Все служители Господа Бога знают силу веры. Там, где проповедуется Слово Бога и произносится молитва, нет места страданиям. Ведь когда проповедь с верой, чтение с верой, поиски с верой, брат мой, Бог дает Святой Дух, и Бог творит чудеса. Все зло исчезает, приходит только слава Господа Бога. Воля Божья исполняется в жизни того, кто любит Его и слушается Его. Что Иисус сделал для вас, сестра? Я страдаю от боли с тех пор, как мне сделали операцию. Я хромала и ходила с тростью, но сегодня я откажусь. И где же ваша трость? Она там, на моем месте. Служитель, принесите ее трость. Как вы ходили с этой тростью, Рита? Я ходила вот так. Как долго? Уже очень давно. Меня прооперировали в 2004-м. Без нее вы не могли ходить? Нет, я не могла. Теперь вы исцелились? Слава Богу. Рита от Иисуса. Пошли. Давайте сделаем круг победы. И мы все вместе делаем круг победы. И Рита сделала круг победы. Давайте, Рита, давайте пробежимся. Давайте, давайте, Рита. Аплодисменты Иисусу, друзья. Как давно вы пользуетесь этой тростью? Уже три года. Почему вы ей пользовались? Потому что, потому что меня прооперировали, и я ужасно страдала. Я чувствовала боль в голеностопе. Где в голеностопе? Справа или слева? Слева. Да, в левом. И как вы ходили? У меня была сильная боль здесь. Вчера я не могла сделать вот так. Рука поднимается, и голеностоп тоже в порядке. Покажите, как вы ходили с этой тростью? Сначала покажите. Три года. Теперь положите ее на плечо. Ходите. Мне сделали рентген этой руки, потому что я не могла поднять ее. Она была воспалена, потому что я упала и ушибла ее. Теперь уже... Докуда вы поднимали, Леонтья Мария? Мне было трудно ее поднять, даже чтобы сделать рентген. Вам делали рентген? Да, доктор Шарин. Но самостоятельно, без помощи другой руки. Докуда она поднималась? Я не поднимала ее. Совсем не поднимала. Вы всегда помогали второй рукой. Мне было больно взять в руки даже стакан воды. Теперь поднимите ее. Не только эту. Сначала только эту. Эта не поднималась. Нет. Поднимите обе. Поаплодируйте Иисусу. Спасибо тебе, Иисус. Отчего вы страдали? У меня была боль в колене. Как вы ходили с этой болью? Я ходил хромая и очень-очень медленно. Как долго, Мануэл, вы страдали? Уже более восьми лет. Покажите мне, как вы ходили до нашей молитвы? Вот так. Посмотрите. Ходите теперь нормально, Мануэл. Аплодисменты, Иисус. Вы как замечательно. У меня были сильные покалывания в животе, доктор Суарис. В животе? Да. Даже чтобы подняться с кровати, мне надо было вставать медленно и аккуратно. Как вы поняли, что теперь исцелились? Когда вы позвали нас пройти вперед, я верила, что получу благословение. Поэтому я пришла сюда. Я еще чувствовала здесь в ногах. У меня затекли даже пальцы, как у той женщины. Доктор Суарис, я пришла сюда за своим благословением от боли в желудке. Когда вы начали молиться, я начала чувствовать сильную боль. Но я сказала, Господь исцелит меня. Боль никогда, никогда больше не вернется. Теперь я так счастлива, доктор Суарис. Теперь вы свободны. Как замечательно. Аплодисменты Иисусу. Я повредила эту ногу в 1961-м. И с того времени она сильно болела. 22 года назад я попала в аварию. И с тех пор я чувствовала боль в шейном отделе. Уже 20 дней я не могу спать из-за головной боли. Я принимала лекарства. Чтобы добраться до церкви, я натерла спиртом в спину и приклеила перцовый пластырь. Перцовый пластырь, чтобы заглушить эту боль. Да, плана так сильно, что мне было легче выдержать жжение перцового пластыря. И что сегодня Бог сделал для вас? Сегодня, когда я пришла сюда, я не могла даже присесть от боли. Но теперь все прошло. Теперь вы свободны. Есть ли она, слава Богу. Она страдала 53 года. Случай очень тяжелый. А Иисус дал победу. Спасибо, Иисус! Это только некоторые из всех чудес, которые совершает Бог для нас. Мы всегда будем прославлять Его имя. Так праведные будут славить имя Твое. Непорочные будут обитать пред лицом Твоим. Итак, вы только что увидели, что Бог сделал для этих людей и сделает для вас. Брат мой, я проповедую Евангелие в разных концах мира. В Азии, в Европе, в Африке, в Америке Южной, Центральной, Северной, и где бы я ни проповедовал, там Бог творит. Я хочу сейчас помолиться за вас. И сделаю это во имя Иисуса. Сядьте поближе к телевизору или радиоприемнику, где бы вы сейчас ни были. Я говорю следующее. Во имя Иисуса. Отец, я молюсь сейчас за этого человека. И я благословляю его, говоря, дьявол, забирай все свое и уходи во имя Иисуса. Аминь. На странице, где вы находитесь, есть ссылка. Щелкните на ней, кликните. Вы перейдете на мою страницу. Вы будете среди тех, кого я благословлю. И каждый день я публикую как минимум четыре разных послания. Благослови вас Бог.